ну давайте хоть познакомимся давайте познакомимся меня зовут петров дмитрий николаевич 59 года рождения я родился в ленинграде и всю жизнь живу в этом городе сейчас я уже ряд лет являюсь настоятелем собора святого михаила на васильевском острове чему очень рад и счастлив служить в таком старинном храме к сожалению наш храм сильно обезображен во время советского периода истории здесь была произведена полная реконструкция под фабрику по производству спортивного инвентаря она называлась спорт здесь стояли станки был горячий цех гальванические цех и фабрика в общем перестроила это здание полностью поэтому снаружи мы являемся памятником архитектуры снаружи а внутри мы не являем и внутри мы тоже не являемся памятником но совсем не архитектуре совершенно другим вещам какой-то советский ампир это называется нет нет это за заводский да советская барокко в общем церкви вернули это помещение церковь существовала здесь этот храм был построен в 1876 году по проекту военного инженера полковника карла фон бульмеринга в стиле неоготика здесь здание это было рассчитано на 800 посадочных мест сейчас об этом странно говорить потому что у нас осталось ровно в десять раз меньше вот в этом зале нашим главном богослужебном зале осталось 80 мест а было 800 800 потому что молитвенный зал так называемый неф тянулся на всю длину здания поддерживался 18 метровыми колоннами таким образом здесь был портер и два яруса даже до я помещалось 800 человек что даже было не очень много потому что в приходе святого михаила в 19 веке насчитывалось больше двух тысяч членов прихода но васильевский остров традиционно считался лютеранским районом столицы здесь всегда проживала очень большое количество ну в основном немцы немцы не финнов нет никаких финнов в центре города не проживало исторически ну в значимых каких-то количествах центр города был немецким и и васильевский остров был вообще в большой степени немецкоязычным район столицы авторы 19 века ну русские писатели писали что на васильевском острове поколениями живут люди которые не умеют говорить по-русски но это касалось в основном женщин потому что женщина рождалась в семье говорили по-немецки девочка ходила в немецкую школу затем она ее заканчивала выходила замуж за немецкого ремесленника или ну какого-то торговца горожанина в семье продолжали говорить по-немецки и ей для жизни для ведения хозяйства русский язык был просто не нужен потому что она ходила в магазин где хозяином и приказчиками был немец они вызывали доктора немца они ходили к стоматологу немцу портному немцу и так далее ну мужчины естественно в какой-то мере говорили по-русски потому что надо было обслуживать покупателей если ты торговец заказчиками общаться если ты ремесленник бывали русские заказчики да но поэтому они они говорили а женщины могли не говорить и так протекал весь девятнадцатый век вот знаете мы сейчас вот как туриста до спрашиваем людей ходим здесь конечно здание на здание не похоже старинные такие и молодой человек нам одном кафе говорит вы прям это петербург в петербурге это самый настоящий петербург вот васильевский остров васильевский подтверждают молодой человек правильно сказал васильевский остров это сердце петербурга ну надо сказать что ведь петр первый планировал именно здесь сделать столицу сделать главный район города центр центр столицы должен был по замыслу петра быть на васильевском острове и что-то вроде венеции хотел он сделать до канала и что-то вроде венеции хотел сделать и не случайно при петре главные строительства производилась как раз здесь здесь был построен первое здание в петербурге в одно из первых там во всяком случае дворец губернатора ингерман ландии великого великого меньшикова александра даниловича вот он на неве стоит на васильевском острове здесь дворец губернатора куда же еще центральная затем петр приказал построить здесь здание 12 коллегий на здание 12 коллегий это на секундочку совет министров и здание 12 коллегий построена рядом с меньшиковским дворцом она васильевском острове то есть эта идея была именно сюда доставали пушки петропавловской крепости которая но она не на васильевском но она вот по соседству то есть ее пушки должны были защищать именно вот этот центр столицы потом уже после смерти петра великого выяснилось что все-таки него широкая река она медленно замерзает медленно размер за это на протяжении и весной и осенью длительное время и васильевский остров оказывается отрезан от остальное в мире растет до мира вообще от мира и просто поэтому неудобно сделать здесь центр и правительственные государственные учреждения и васильевский остров постепенно стал как бы утрачивать свое значение центра но все равно на васильевском острове был построен университет на васильевском острове в доме бывшего вице-канцлера головкина был основан первый русский государственный театр александр петрович сунароков именно здесь основал русский театр по указу императрицы елизаветы елизаветы конечно то есть здесь располагались здесь здесь располагалось множество мест которые являются неотъемлемой частью русской истории скажите вот строительство церквей да тем более протестантских все равно требовалось выше высочайшее разрешение до царя только конечно и православные также строились только с царского указа или только протестанты должны были получать самое высокое разрешение с царского указа строилась все все здесь да ну все дело в том что вот эта интересная тема дело в том что лютеранство начиная с петра первого всегда имела привилегированное абсолютно привилегированное положение в российской империи и отношение политическое идеологическое отношение русских властей к лютеранство всегда резко отличалось от отношения к католической церкви например ну католики понятно к агликанам или к реформаторской церкви то же самое дело в том что лютеранами лютеранками были все русские императрицы по рождению рождаем они принимали православие но это было уже потом до этого они по рождению и воспитанию все были лютеран кроме того начиная с эпохи петра великого лютеранами было большинство офицеров императорской армии просто большинство большая часть военачальников и генералов потом стала ситуация меняться и второй половине 18 века уже стали появляться русские военачальники и так далее потемкин румянцев ушаков но в середине 18 века лютеране занимали в органах управления чиновники состав министерств это были в значительной степени немцы лютеране кстати сказать отчасти это части это объясняется еще и тем что лютеране немцы лютеране не были приезжими они не были иностранцами по рождению даже вот я происхожу вот я вот ваш покорный слуга происхожу из оздзейских немцев балтиш и дойч то есть это то что оздзейский край это территория нынешней эстонии эстонской республики мы балтиш и дойч жили там начиная с тевтонского ордена и вошли в состав российской империи при петре великом когда оздзейский край был в результате побед над шведами был присоединен к российской империи с тех пор балтиш и дойч аздзейские немцы стали гражданами полноправными гражданами российской империи и никто себя никогда не считал иностранцем поэтому по мере возрастания империи поменим по мере укрепления петербурга как столицы этой империи нормальной карьерой любого оздзейского немца было закончить школу там в оздзейском крае а потом приехать конечно сюда и поступить куда-то на госслужбу и поступить куда-то на госслужбу поступить учиться в кадетский корпус в пажеский корпус в университет ну либо просто поступить на службу это была обычная карьера мой прадедушка закончил дербский университет ну вот там на территории эстонской эстонии нынешней после чего что он сделал он как нормальный молодой человек естественно там не остался там мало работы там он естественно приехал в петербург и стал врачом здесь и поступил на государственную службу но я не буду биографию про дедушки рассказывать но она типична она абсолютно типична для балтиша дач и он был и приехав в петербург он кстати стал прихожанином этого собора святого михаила где сегодня вы да где сегодня служу я он не был пастором он врачом был но он был прихожанином и это нашли в списках прихожан девятнадцатого века кстати я не знал об этом но вот кто у нас занимается истории прихода они нашли фамилию и имя и указание профессии бат рождения ну это он где-то прадедушка вот так что это вполне вот типичная такая история но вот вашей семьи коснулась вот период гонений сороковые годы последняя третья волна была когда на германцев то высылали всюду или нет мы не германландцы вас не касалась нет 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 несмотря на то что война с фашистской германии было к моей семьи это не коснулась дедушка был знаменитый профессор геодезист кафедры никто его не трогал все его очень уважали и стали на его наградил грамотой за создание таблицы переходных кривых я не знаю что это такое ну геодезический термин никто не такого не было это не значит что я я прекрасно осведомлен о гонениях которые советская власть устраивала против различных народов и немцев и германландских финнов и других несчастных народов я прекрасно это знаю я очень сочувствую и сердце мое возмущается от этого но если говорить лично о моей семье то нет наша семья гонения не претерпела ну а вы по образованию кто если образование я театральный критик не историк так хорошо историю рассказываете да но театральный и театральный и кида критик по специальности у меня так записанного диплом но всю жизнь я интересовался историей всю жизнь я занимался историей в каком-то смысле по роду деятельности я написал много разных исторических исследований вообще говоря в течение жизни я написал много исторических исследований на разные темы и много работал в архивах и умею это делать так сказать поэтому по специальности театральный критик а по роду деятельности я значительной степени историк понятно а что вас подтолкнуло к вере это же не семейная выше выросли в обычной советской семье нет к вере я вырос в обычной советской семье это точно но к вере меня подтолкнула мама моя мама была очень верующим человеком и она с детства ну не назойливо и не навязчиво говорила мне димочка тебя в школе рассказывают что бога нет но это неправда ты с ними не спорь потому что эти люди способны на что угодно ты так и знай ты не спорь но ты знаешь что есть бог на небесах что есть книга библии это священное писание и мы христиане мы верим в то о чем написано в библии мы верим что иисус господь на спаситель и так далее она мне все это говорила более того она меня водила в церковь начиная я помню себя в церкви лет семи это был шестьдесят шестой год ну тогда других церквей кроме православных в ленинграде советском не было но так дома проговаривалась что все-таки вы немцы и вы литеране да то есть вы знали кто вы да что литеранство ваш она шутила дело в том что я очень любил эти с ней разговоры когда она заводила но повторяю она не не навязчиво это дело когда она заводила я очень любил об этом рассуждать буквально с 7 там с 10 лет очень любил об этом говорить и она шутила она смеялась и говорил дубист пастор дубист клеен пастор да вот она не дожила до моего лютеранского пасторства но она в шутку как бы предрекала шутку как бы предрекала вот так что нет конечно ну а лютеранстве именно речь не шла потому что просто в рсфср не не было лютеранских церквей в эстонии было по моему четыре латвий наверное да то я плохо знаю эстония это все-таки это как бы родина такая но семейная родина я знаю что там были лютеранские церкви но они были эстоноязычные а мы же не эстонцы не было лютеранская церковь в 77 году открыли лютеранскую церковь в пушкине и узнав об этом я сразу в нее поехал мне было 18 лет я в ниге очень хорошо помню как это было вот я в нее приехал и вошел в нее там служба как раз заканчивалась но я войдя понял что она финноязычная она строго финноязычная и а я не финн я развернулся и ушел что мне там делать я учить финский язык не собирался и вообще становиться финном а тогда не позволяли все-таки на советская власть на русский переходить старались удерживать конечно конечно ну видите ли в чем дело в этом смысле советская власть абсолютно повторяла деятельность царской власти потому что царская власть вот мы начали с того что я сказал что царская власть в россии всегда благоволила к лютеранству но по ряду названных причин однако никакой речи о том чтобы служить и проповедовать по-русски речи быть не могло и и за этим царская власть при всем уважении к лютеранству и всем пиенитете она никогда этого не разрешала если бы кто-то посмел то я уверен кары были бы весьма суровые никто бы на уважение к лютеранству не посмотрел потому что царское правительство признавала за всеми людьми право на вероисповедание там и так далее но строго по национальному принципу и переходить из православия было не никому нельзя и вот чтобы это за это полагалось уголовное наказание уголовное поэтому чтобы не искушать людей не соблазнять русских совершенно не 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 позволялось то же самое по этому же пути пошла и советская власть уже вот на моей памяти в семьдесят седьмом году открыли лютеранскую церковь на ее открыли с условием что там это будет для ингерман ланских финнов с финном пастором не говорящим по-русски зачем ему говорить по-русски с русскими не надо разговор с кем ему там говорить это такая была строго финская церковь в нее приехал посмотрел понюхал и уехал вот так что это было да это было да да поэтому я потом а вот сейчас в этом храме вот сидим с вами беседуем мой первый настоятель я двадцать третий я начинаю с начала я беру вот советский период когда возвратили церковь все-таки церкви да значит можно я несколько слов конечно вот о чем что приход святого михаила основан в 1732 году на второй год царствования императрицы анны внучки петра великого ну да она была у них храма не было они искали же до до 70-х годов в 1732 году евангелический литеранский приход был основан при сухопутном шлихетном корпусе сухопутный шлихетный корпус это первое военное учебное заведение в россии в историю он вошел в русскую историю он вошел под другим названием под названием первый кадетский первый кадетский корпуса первоначально его название сухопутный шлихетный он располагался на берегу не вы там где сейчас университет там потом была академия тыла и транспорта что там сейчас я не знаю но мы тем более не знаю в общем это было первое военное учебное заведение в россии где кадетский корпус сухопутный шлихетный куда принимали только дворянских детей естественно они носили шпаги у них было право их выпускали оттуда сразу офицерами значительная часть учащихся и большая часть офицеров воспитателей были лютераны немцы да да и они хотели иметь свой лютеранский соответственно приход и императрица анна распорядилась создать при корпусе приход для воспитанников и офицеров этого кадетского корпуса как только приход был открыт туда назначили пастора туда сразу же подтянулись все немцы насильевского острова а куда им ходить до больше церкви это не до них пускали они ходили их пускали приход был такой смешанный после чего уже в начале 19 века император николай первый приехал в корпус увидел церковь лютеранскую в корпусе богослужение как раз проходила и он сказал что это безобразие это безобразие что допускаются в корпус на территорию корпуса допускаются посторонние лица тем более не военные не военные гражданские лица он говорил что это безобразие потому что заразные болезни но здесь у вас дети воспитанники корпуса кадеты а в городе бушует и холера и дизентерии всякое такое а люди же гражданские лица они всякие они могут заразить и кадет это неправильно поэтому давайте от греха подальше сказал николай пожалуйста лютеранский приход давайте отсюда вынесем в другое место и пусть лютеране и васильевского острова ходят в другое место не в корпус как видим санитарные противоэпидемиологические вещи и тогда волновали людей не менее сегодня да и приход арендовал знание здесь новосибирском острове поскольку довольно дорогое удовольствие то император из своей казны доплачивал недостающие деньги то есть аренда производилась в том числе в значительной степени за счет средств им государь император но дело в том что не будем забывать что государь император в россии был главой и православный и лютеранской церкви то есть он был был синод православной церкви и был синод лютеранской церкви а главой православный и главой лютеранской церкви было одно лицо это был государь император всероссийский он был православный по вероисповеданию но он был главой лютеранской церкви А назначение оберпрокурора шло одинаково? Один человек тоже курировал и тех, и тех? Ну, конечно. Один был? Оберпрокурор синода курировал все вероисповедания христианские. То есть все было подчинено одному ведуству. Да, но был еще, конечно, синод в Лютеранской церкви. Ну, это был Лютеранский синод, там был свой глава. Ну, вообще говоря, существовало на протяжении всего XVIII и XIX веков, существовала полная симфония Лютеранской церкви в России и государственной власти в России. Никто никого при соблюдении законов, никто никого не притеснял. И наш приход является примером этого. Примером как раз прекрасного мирного сосуществования. Потому что вот долгое время приход арендовал помещение. Что мы искали, я знаю, из истории. И казна доплачивала. Пытались найти что-то, место, где построить. Да, после чего приход решил построить свою. И государь-император приказал градоначальнику найти подходящий участок земли. Градоначальник нашел, император одобрил. И опять пошли средства из казны на это. Так что наш приход... У меня в кабинете, вот у меня тут кабинет мой, вот там висят два портрета. На одном портрете изображена государь-императорица Анна Иоанновна, которая своим указом учредила приход святого Михаила. А второй портрет государя-императора Николая Павловича, Николая Первого, который приказал найти место и построить этот храм, в котором мы сейчас находимся. Вот это два светские... У нас есть небесный покровитель, святой архангел Михаил, и у нас есть два земных благодетеля и покровителя. Это государыня Анна и государя Николая Павловича. Так что да, у нас был полный... Я вам больше скажу. Нашим прихожанином был Отто фон Бисмарк. Да. Когда такое случилось? Отто фон Бисмарк был в молодости, он был послом Пруссии в России. Он жил на берегу Невы, но правда по другую сторону Невы. Находилось посольство Пруссии, и там жил посол Отто фон Бисмарк. А молиться он ходил сюда. По воскрешению приезжал. Да, он был нашим прихожанином, и он дружил с пастором Карлом Мазинга. Был пастор прихода Карл Мазинг, очень образованный, приличный человек. Они подружились, после чего Бисмарк уехал в Германию, стал тем, кем он стал, канцлером, и он до конца жизни переписывался с пастором, настоятелем прихода, святого Михаила Карлом Мазинга. Удивительно. Это как будто Библия в жизни, да? Наставь юношу в начале пути, не свернет, да? Наверное, пастор такое впечатление на него произвел какое-то, что до конца дней они переписывались. Они переписывались до конца дней. Не помню кого, Бисмарка или Мазинга, но, в общем, пока кто-то из них не умер, они переписывались. И он был нашим прихожанином. Вот это наш прихожанин, Нотто фон Бисмарк. Ну, хорошо. Фантастическая какая-то история. Да. И здесь вот с тех пор, с 1732 года, здесь 23 настоятеля. Вот я 23-й. Вот я 23-й. Ну, мне приятно. Я стараюсь. Вот у нас музей наш приходской. Вот портреты настоятелей висят. Ну, покойных, конечно. Ну, вот, когда помру, повесят май. У литерана так принято. Только после смерти портреты пишут? Ну, я бы хотел, чтобы после смерти. После, да? Все-таки странно, что это культ личности создавается. Зачем? Зачем? Вот. Так что вот у нас был первый настоятель после советского периода. Вот когда пришел советский период, и все это закончилось, слава богу, то первым настоятелем восстановленного прихода был Сергей Робертович Прейман. Очень авторитетный и уважаемый человек. Я с ним не был знаком, к сожалению. Тоже ленинградец был? Ну, из-под. Из-под Ленинграда, да. Я не был с ним лично знаком, но по всеобщим отзывам был очень достойный человек. Я видел его записи, его проповеди, его выступления, ну, подтверждаю, что да, наверное, был очень интересный и хороший пастор, и так далее. Он, к сожалению, умер очень рано, в 48 лет, от сердечного приступа, здесь, в храме. Здесь, в храме. Вот. Вот его портрет у нас висит, но до сих пор его очень многие люди вспоминают, не только прихожане. Я тут разговаривал случайно с епископом римско-католическим Паоло Петци, ну, епископ России. И он, узнав, что я настоятель Михаиле, вдруг заулыбался и сказал, о, я знал вашего предшественника Сергея Преймана, это такой был замечательный человек. Ну, то есть, видимо, действительно был замечательный. Если спустя много лет католический епископ, которому есть чего помнить, помнит все равно, вот, он запомнился ему. Так что вот у нас висит портрет. Удивительно. Мы за... Ну, наши прихожане за могилы его, ну, ухаживают на кладбище, на лютеранском, в Болковском кладбище. Как бы вот вы сегодня оценили жизнь вашего прихода? Насколько вот приходская жизнь, она такая? Бьет ключом? Или протекает спокойно? Прежде всего... Что вы думаете вот о своем труде сегодня? Прежде всего следует сказать о том, что сейчас наш приход является русским. И все разговоры о немцах... Ну, вот мы с вами беседуем, поэтому я охотно рассказываю о немецком прошлом этого прихода, о немецкой составляющей в российском лютеранстве. Это история, ты не выкинешь никуда. Да, но это я вот сейчас так охотно об этом говорю. На самом деле, наш приход сейчас, приход святого Михаила, является не просто русскоязычным, но и вообще русским, я бы сказал. И я считаю себя русским человеком. Я могу порассуждать о немецких корнях. Ну, это... Уж коли мы коснулись истории. Да. А так и я считаю себя русским человеком. И наши прихожане – это русские люди, русские по рождению, по культуре, по воспитанию, ну, по всему. Мы поэтому в названии имеем, мы так официально в бумагах называемся, русский евангелический, лютеранский приход святого Михаила. Чем дороже, мы считаем это естественным. Ну, просто мы сохраняем немецкое прошлое. Ну, прихода – это да. Говоря о приходе современном, он у нас не очень большой. Ну, во всяком случае, в XIX веке было 2000 человек, и сейчас, конечно, не 2000, мягко выражаясь. Но он не очень большой, но и я бы не сказал, что он маленький. Что больше всего меня радует, он растущий. Ну, в последние годы, в особенности, он растущий, и прибавляется во многом за счет молодежи. К нам приходит, я почему об этом так говорю, потому что считаю это важным. Конечно. Потому что церковь должна иметь будущее. А будущее – это дети и молодежь. Да, и меня бы не устроило быть настоятелем прихода из очень пожилых людей, ну, которые, так сказать, уж по традиции вот ходят. Нет. Я бы хотел быть настоятелем прихода из разных людей, в том числе, и чтобы кипела и молодежная жизнь тоже. И слава богу, это сейчас, этот процесс происходит. Ну, не так понятно, что не так быстро, как хотелось бы, и не так массово, как хотелось бы, ну, я вообще не думаю, что наше время – это время массовых церквей. Вообще во всем мире происходит процесс секуляризации, и толпы людей нигде не идут в церковь. Я довольно много лет провел в Италии, и это уж, прямо скажем, традиционно католическая страна. И всегда позиционировала себя сама, и позиционировалась с другими народами, как очень католическая страна. Но сейчас это ничего похожего на это нет. И заходишь в храмы, в той же Италии, ну, я бы не сказал, что кроме праздников, там как-то сильно ломится, ломится. Хотите, я вам смешную историю расскажу про Италию? Конечно, очень интересно. Однажды мы пошли в ресторан в Италии, пошли в ресторан, мы с женой и еще 10 человек, у нас было 12 человек. Вот мы с женой и еще 10 профессоров-славистов, итальянских профессоров, специалистов по русской филологии. Ну, они итальянцы, они-то профессора из разных университетов. Это была конференция, ну, словистики в университете Бергама. Там были доклады, там о русской литературе, о русской культуре. И потом мы все вместе, участники конференции, отправились в ресторан. Мы сели, а был конец декабря, мы сели за стол и увидели, что на столе посередине стоят 4 свечи. 4 свечи. Адвент? Ну, просто стоят 4... Ресторан стоят 4 свечи. И мы садимся за стол, а я пошутил. Я говорю, друзья, вот как интересно сейчас как раз адвент, а и 4 свечи стоят на столе. Все заулыбались и сказали, а что это такое адвент? Я опешил и рассказал им, что такое адвент. Что адвент – это время приготовления к Рождеству, когда 4 свечи, 4 недели зажигается по одной свече. И они вежливо выслушали, а потом сказали, какие у вас русских интересные традиции. Это было 10 настоящих итальянских профессоров, образованных людей. Никто из них никогда не слышал про адвент. Вот вам рассказ о том, что такое христианская религия в современной Европе. Я не хочу за всем говорить, но то, с чем вы столкнулись. Во всяком случае, я это видел своими глазами. Это умные люди, образованные, ничего они не знают. Так что не странно было бы думать, что в России мы же на другой планете живем. Все процессы происходят параллельно. И, конечно, и у нас сейчас в России тоже происходит какой-то отход людей от церкви. Ну, не такой массовый, как в Европе. Слава Богу, но тоже происходит. Нашего прихода, к счастью, это сейчас не касается. Потому что мои слова о том, что приход растет и численно, и он молодеет. Это правда. Другое дело, что, конечно, мы не видим массовости большой. Это правда. Вот на Рождество у нас будет полный зал. А не на Рождество нет, не полный. Ну, вот у нас здесь 80 мест, но в воскресенье занято 40. Ну, слава Богу. Все равно, слава Богу. Ну, много это или мало, это гораздо меньше, чем хотелось бы и гораздо больше, чем могло бы быть. Да. К сожалению. Так что хочу поблагодарить вас за такой удивительный рассказ о вашем соборе. Приходите еще. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.